Я продолжаю говорить о интересном хостинге, где нужно платить только один раз. И в этом видео давайте я покажу, как разместить созданный сайт в Adobe Muse на данный хостинг. Меня зовут Федор Васильев и давайте посмотрим, как это делается. Ссылка на данный хостинг вы найдете в описании под этим видео. В предыдущих видео я рассказывал о том, как зарегистрироваться на данном хостинге и как разместить сайты под управлением Joomla и WordPress. Если вы не смотрели эти уроки, обязательно посмотрите. И важный момент. В самой панели хостинга, если вы за мной повторяли предыдущие уроки, в менеджер файлах зайдите и обязательно удалите сайт, потому что сюда мы будем размещать сайт на Adobe Muse. То есть файлов здесь быть не должно в корневом каталоге вашего тестового домена. База данных нам для сайтов Adobe Muse не требуется. Итак, вы создали сайт на Adobe Muse. Он у вас полностью готов. И вы готовы выгрузить данный сайт на хостинг. Как это делается? Переходим с вами в программе Adobe Muse в файлы. Передача на FTP сервер. И в соответствующие поля нам нужно заполнить правильные данные. В уроке о регистрации на данном хостинге я показывал, как это делается. И у вас должна была открыться вот такая вот страница, где я вас попросил сохранить все эти данные. Здесь важный момент. Здесь нам потребуется FTP доступ. FTP сервер. У вас свой уникальный. Копируйте то, что у вас здесь написано на вкладке сервер. Возвращаемся в программу FTP сервер. Прописываем данные здесь. Возвращаемся также на страницу хостинга или, если вы эти данные сохранили, FTP пользователь. У вас свой уникальный, у меня свой. Копируем. В программе Adobe Muse проставляем имя пользователя. И, соответственно, пароль от FTP также копируем. И проставляем соответствующее поле здесь. Можете нажать на кнопку «Сохранить учетные данные». И нажимаем с вами на кнопку «Далее». Идет подключение. Подключение успешно прошло. Следующие поля, которые нам нужно заполнить, это URL-адрес сайта. Соответственно, у меня это тестовый сайт. Поэтому мы с вами проходим www.domene. И вы копируете ваш тестовый домен. Который у вас вот здесь вот показан в всплывающем окне. В адресной строке браузера вставляем. Видим, здесь сайта нет. Все чисто. В Adobe Muse URL-сайта проставляем. Проставляем. Возвращаемся в панель хостинга. Переходим в менеджер файлов. Заходим в www. И наш домен. И вот видите, вот здесь путь менеджер файлов. Вот этот путь. Копируем вместе со слэшами, как он есть. У вас он тут свой уникальный. Возвращаемся в программу Adobe Muse. И проставляем папку на сервере. Вот таким вот образом. Здесь выбираем все файлы. Если вы первый раз загружаете сайт с Adobe Muse на хостинг. И нажимаем ОК. И нам нужно дождаться выгрузки с сайта на хостинг. И вуаля. Автоматически страница показывается в браузере. Вы видите мой тестовый домен. Вот адрес. И успешно вы видите сайт. Небольшой сайт. Так сказать, заглушка. Специально для урока сделал. Уже показывается на сайте. В подтверждение моих слов. Можем пройти на хостинг менеджер файлов. Перейти в менеджер файлов. И убедиться в том, что здесь видите структуру папок и файлов. Папка KSS, Images, Scripts и другие файлы. Это говорит о том, что у нас все файлы сайта Adobe Muse расположены верно в корневой директории. Ну и соответственно наш сайт отображается на тестовом домене. С чем я вас и поздравляю. Продолжение следует.